Министерство обороны Соединенных Штатов Америки подготовило новую оборонную стратегию, в которой определило Россию как острую угрозу, а Китай как долгосрочную. Государство-агрессор постоянно представляет серьезные риски в ключевых сферах, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Пентагона. Что касается Китая, то в стратегии страну назвали самым главным стратегическим конкурентом на ближайшее десятилетие. Подробнее о новой военной стратегии США смотрите далее в нашем материале. 27 октября Пентагон опубликовал оборонную стратегию США, которая последовала за стратегией национальной безопасности. Документ военного ведомства состоит из трех частей. Собственно, оборонной стратегии, обзора ядерных вооружений и обзора противоракетной обороны. Как и в стратегии нацбезопасности, главными угрозами названы Китай и Россия, которые по версии Пентагона сейчас даже опаснее террористических угроз. Говоря о России, Министерство обороны обозначило, что будет поддерживать мощное сдерживание российской агрессии против жизненных интересов США, в том числе договорных союзников, подчеркивается в стратегии. Презирая независимость своих соседей, российское правительство стремится применить силу, чтобы навязать изменения границ и восстановить имперскую сферу влияния. Ее значительный опыт территориальной агрессии включает в себя эскалацию жестокой, неспровоцированной войны против Украины. И хотя политические и военные действия ее лидеров, направленные на раскол НАТО, имели драматический результат, цель остается. Из документа «Стратегия национальной обороны США». Представляя 80-страничный документ в СМИ, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что российская агрессия против Украины представляет непосредственную и острую угрозу, что заставляет США увеличить военное присутствие в Европе с 80 тысяч до более чем 100 тысяч человек. Но в отличие от Китая, Россия бросить вызов США не может, заявил Остин журналистам. В стратегии национальной обороны Россия характеризуется как острая угроза, и мы очень тщательно подбирали это слово «острое». В отличие от Китая, Россия не может систематически бросать вызов Соединенным Штатам в долгосрочной перспективе. Но российская агрессия все же представляет собой непосредственную и острую угрозу нашим интересам и ценностям. Безрассудная война Путина против Украины – самая серьезная угроза европейской безопасности после Второй мировой войны. Ясно показала это всему миру. В то же время наиболее серьезным вызовом для своей национальной безопасности Штаты называют КНР, утверждая необходимость его сдерживания. Согласно оборонной стратегии, Китай все агрессивнее пытается изменить ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе и мире, чтобы удовлетворить свои интересы и авторитарные стремления. Но, как заявил президент США Джо Байден, Америка будет придерживаться дипломатического курса вопросов сдерживания. И открыта к таким переговорам и с Россией, и с Китаем. Мы должны решить обе проблемы, связанные с растущей конкуренцией между крупными державами, и одновременно решать общие проблемы, которые влияют на жизнь миллиардов людей во всем мире. Например, борьба с изменением климата и укрепление безопасности в области здравоохранения. Кроме этого, Министерство обороны США обращает внимание на укрепление отношений между Китаем и Россией. Они стали использовать свои вооруженные силы агрессивно. Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале, а Китай усилил свою давнюю угрозу вернуть себе Тайвань при необходимости силой. Так, 27 октября министр иностранных дел КНР Ван И и его российский коллега Сергей Лавров провели телефонный разговор. А уже 28 октября спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэнбинь вышел на пресс-конференцию и подчеркнул, что китайско-российские отношения динамично развиваются. Китай готов углублять правительственные обмены с Россией, продвигать отношения и сотрудничество во всех областях, твердо поддерживать друг друга в стремлении к развитию на основе своих национальных условий, поддерживать развитие и возрождение двух стран и вносить больший вклад в мир и развитие во всем мире в качестве глобальных партнеров. Новая военная стратегия США первая с тех пор, как Штаты закончили свою 20-летнюю войну в Афганистане и в прошлом году вывели оттуда войска. У США по-прежнему есть небольшое количество военнослужащих в Ираке и почти тысяча человек в Сирии, но американцы сейчас перешли от участия в контртеррористических операциях, которые доминировали в последние два десятилетия к тому, чтобы сосредоточиться на угрозах со стороны основных конкурентов. Наталья Белокудрия, Евгений Кармазин для телеканала Freedom. Ну что ж, эту тему более подробно обсудим со следующим нашим гостем. Олег Сайкин, политолог с нами на связи. Олег, рады приветствовать. Здравствуйте. Рад приветствовать вас также. Ну что ж, давайте начнем со следующего заявления, которое на днях очень многое, я бы сказал, облетело мировых СМИ, когда глава МИД Китая в разговоре с Лавровым заявил о поддержке России под лидерством Путина. Скажите, пожалуйста, вот данный месседж, он как-то вовлек США еще больше говорить о безопасности, еще больше определять, кто какую опасность может нести для США и для всего мира. Не, я не думаю, что это повлияло как-либо на доктринальный документ в Соединенных Штатах. Они готовились заранее, и они готовятся не реакционно, а какие-то точечные события, во-первых. Во-вторых, позиция Соединенных Штатов остается ровно той же самой. Россия ранее называлась угасающей геополитической силой, сейчас называется острой проблемой. То есть, на самом деле, роль России как государства, которое стагнирует и чья сила с каждым годом бывает, она была оценена уже давно. И на самом деле, даже перевооружение в России не дало здесь ничего, кроме как вот заострение ее как проблемы тут и сейчас. И в России это прекрасно понимали. Поэтому и заявление данное, оно также отражает ту реальность, в которой мы живем, и китайский взгляд на нее. Заметьте, Китай говорит о поддержке России под руководством Путина. Не ищет там поддержки. Или не говорит о том, что вместе выступают против. А он готов поддерживать Россию. Это уже изначально надстраивание сверху. Китай четко определяет то, что он является геополитическим полюсом в, скажем, от лагеря недемократических диктатур, автархий. И они Соединенными Штатами фактически видят себя вот вторым таким полюсом. А первым Соединенные Штаты. Ну или, можно сказать, первым себя, Соединенные Штаты вторым. А Россия в данном случае это один лишь из субъектов, с которым, конечно же, Китай будет сотрудничать, помогать ему. Ну, собственно, как и другим государствам, Китай также помогает, в которых он видит свою зону геополитического влияния. Значение Российской Федерации как острой угрозы говорит ли о, не знаю, правильно ли так говорить, но, тем не менее, о необходимости ликвидации этой острой угрозы в краткосрочной перспективе? Купирование и сдерживание. Соединенные Штаты не зря в доктрине говорят о противостоянии ядерным государствам в 30-м году обоим ядерным государствам и России. То есть они дают России больше горизонт жизни, нежели подчасто украинские аналитики. И во многом здесь скрывается их целеполагание и их желаемый результат. Для Штатов важно, чтобы Российская Федерация не прекратила свое существование. Разрушить Россию, подкорить и прочее, это все существует лишь в фантазии российских пропагандистов и российского политикума. Причем я не уверен, что и первые, и вторые вообще верят в это. Им, конечно, хотелось бы, наверное, верить в это, поскольку если хотят уничтожить Штаты, то значит они такие великие и значимые. А на самом деле всему миру было бы намного проще, если бы Россия вообще бы просто не отсвечивала, что называется. Если бы Россия была бы безопасным и прогнозируемым субъектом. Если бы с ней можно было и дальше сотрудничать, покупать энергоносители. И, в общем, она была бы рядовым законопослушным государством, среди прочих, с своей долей уважения пропорционально своей экономике, пропорционально своим территориям и многим другим факторам. Ведь помним, что до ряда российских агрессий Россия авансом входила G8, при том, что экономически она явно не дотягивала, и по показателям демократичность также не дотягивает. Напомню, что Китай, например, не входит в G7 сейчас. Россию принимали на уровне государства с суперсилой, скажем, государства общемирового планетарного влияния, космического государства и прочее. Хотя, на самом деле, во многом эти технологии уже были заимствованы, и Россия не отыгрывала этой роли, и геополитическое влияние ее было куда меньше. Но это было дань традиции и успокоения России с тем, чтобы дать им возможность быть конструктивными, чтобы не дразнить и, наоборот, нигде не ущемлять, и, не дай бог, они себя так не почувствовали. Но эта стратегия потерпела фиаско. Мы видим, что Россия все равно пытается претендовать на куда большее, нежели она в действительности весит. И поэтому сейчас для Штатов очень важно, и для цивилизованного мира, то, чтобы Россия перестала быть угрозой. Никто в ней не видит противника, врага в долгую перспективу. Ни одна стратегия в мире, в том числе и данные для Соединенных Штатов. Но сделать ее прогнозируемой и купировать возможные проблемы от нее и угрозы, это сейчас задача номер один, даже больше, нежели проблемы от Китая. Но, в свою очередь, и Россия, и Китай угрожают США как обычным, так и ядерным вооружением. При этом к 2030 году Соединенные Штаты впервые в своей истории будут противостоять двум крупным ядерным державам, как стратегическим соперникам, потенциальным противникам. Это тоже отмечается в документе, что подразумевает, что в Пентагоне не считают вероятным скорый выход России из игры. Но сейчас, как вы говорите, купировать Россию возможно быстро, чтобы Россия была таким, знаете, как мимолетным явлением. Можно. Можно обратиться к ВСУ, они расскажут, как это делается. Но ВСУ, я думаю, уже показывают всему миру, как это делается. В данном случае абсолютно верно. Мир понимает, что сейчас Россия фактически не просто выстрела себе в ногу, она пошла по суицидальному сценарию, напав на Украину, поскольку у любого даже маломальски грамотного человека есть, наверное, понимание, что пройтись трехдневным маршем по 40-миллионному государству, самому большому государству в Европе, и в котором все-таки есть армия, это не развалившаяся на части некое постгосударство, скажем. Ну, это слишком было наивным и слишком похвальным по отношению к себе. Россия, тем не менее, пошла на этот сценарий. Соответственно, они сегодня увязли в Украине, где сценария победы у них просто не существует, а уйти Россия не хочет и не может. Поэтому, конечно же, Украина сейчас является тем субъектом, который, к сожалению, вынужден побеждать Россию, при том, что мир вообще не готов был воевать с Россией, точно не хотел воевать с Россией. И до сих пор еще, значит, даже западного мира, скажем, цивилизованного мира, не только западного, боится, ужасно боится проигрыша России, ее разгрома. Для них еще страшнее сейчас разгром и поражение Украины. Поэтому, допустите, не могут и невозможно, поскольку Россия кинула перчатку всему цивилизованному миру. И в случае провала Украины в противостоянии с Россией запускается общепланетарная сафари, где более агрессивные соседи, более авторитарные, будут пользоваться своими возможностями и атаковать более демократически, более слабых соседей. В общем, начнется глобальный передел границ, уже не говоря о том, что сразу же ядерная гонка вступит в силу, поскольку сейчас ядерные технологии подешевле стали и технологически доступнее, и государств, которые могут себе их позволить, уже несколько десятков, которые не заводят его, потому что нет потребности. Но вообще могли бы и сейчас задумываются. Поэтому это, кстати, один из предохранителей от возможного применения ядерного оружия России против Украины, поскольку в таком случае нарушается баланс того, что ядерное оружие у государств, у державы для того, чтобы обороняться, и оно никогда не применяется против неядерных государств. Это гарантия неядерным, что ядерные государства себя ведут ответственно по отношению к ним. Ну вот этот консенсус сейчас Россия фактически подламывает, и поэтому она стала угрозой для мира. Поэтому сейчас пытаются определить, вот как в новых понятиях описать эту реальность. Соединенные Штаты определились для себя, что они называют Россию теперь острой угрозой, то есть угрозой, которая требует сейчас немедленного реагирования и поддержки своих союзников, как они описывают в своих программных документах, для того, чтобы России не удалось. Но при этом они еще не готовы принять реальность того, что вполне вероятно, что там должен был быть следующий подпункт на случай фрагментации, на случай деструктивных процессов в России, какие должны быть планы действий и сценарий. Хотя я бы не исключал, что он может идти с секретным дополнением, поскольку это лишь публичная часть документа, а сценарные подходы, они часто идут в закрытой части, и вполне вероятно, что там как раз есть различные модели поведения американского государства и их вооруженных сил. Дальше по списку, в случае, если в России происходит раз, два, три, в Китае происходит раз, два, три. В свете предстоящих промежуточных выборов в Соединенных Штатах Америки, тема Российской Федерации как, ну, в принципе, я думаю, острые угрозы, наверное, угрозы в краткосрочной перспективе, тоже можно называть. Отойдет ли Россия на второй план? Ведь, условно, если республиканцы все-таки в общем, так скажу грубо, побеждают в этих выборах, то Китай, ну, чуть ли не экзистенциальная угроза для республиканской партии. Дональд Трамп, предыдущий президент-республиканец, делал акцент в том числе конкретно на Китае. С Российской Федерацией мистер Трамп хотел не то чтобы договариваться, но иметь определенный диалог с Владимиром Путиным. Будет ли меняться перспектива этих угроз? Я не думаю, что мы увидим серьезные изменения, поскольку данная позиция, она отражает консенсус в американском эстеблишменте, и она не родилась вчера. Она закрепилась в этом документе, но на самом деле он во многом является преемственным по отношению к предыдущим доктринальным документам, и на самом деле стратегического, скажем, вектора изменения в нем не происходит. И избирательная кампания сейчас в Штатах, она больше проходит по линии изоляционизма и глобализма. И даже этот разлом, он больше, куда внутри республиканцев очень отчетливо из-за клуба трампистов ощущается в демократическом лагере. Не так остро, но тоже он присутствует. Недавнее письмо, скажем, 30 парламентариев демократических к Байдену, в том, отзыв этого письма тоже говорит о том, что эти настроения есть, и не столько она ведь в эстеблишменте, это одна история, они есть в американском обществе. И в предвыборный период, конечно, никакие действия не происходят без электоральной логики. Любое действие всегда соизмеряется с тем, какой оно будет эффект иметь на избирателей. Я думаю, что тут отыграли просто для части своей более мягкой, умеренной. Эти парламентарии показали, что мы есть, а Байден жесткую позицию занял, отыграл на другую часть своего же избирателя. То есть, таким образом, они покрыли весь свой спектр для того, чтобы мобилизировать избирателя. Но если говорить об вероятной победе республиканцев, то тут для нас, для Украины, мало что меняется. Есть консенсус, и это большинство, и двопартийное, и двухпалатное, в поддержку Украины. Ведь среди республиканцев есть значительная часть парламентарий, которые поддерживают Украину, и этот консенсус большинству останется. Да, большинство могут потерять демократы, но не Украина. Относительно Китая риторика продолжится, но ключевые действия и так происходят. А относительно России никуда не проигнорировать ее как угрозу, поскольку Путин будет все время о себе напоминать, пока он существует. И, соответственно, республиканцы, которые в оппозиции, республиканцы, которые во власти, это несколько разные республиканцы и разные ожидания у их избирателей. Можем посмотреть, как в России были просто праздничные ожидания от выборов в Италии и чем они сейчас для России оборачиваются, поскольку любой политик, который приходит на свою должность, он становится перед классическим выбором. Предать свои принципы или предать избирателя? Ну, кого-то ему приходится предавать. И в демократиях так уже повелось, что чаще всего предают своих избирателей. А принципы и государственные национальные интересы, они превыше этого. Ну, если, конечно, вы не Трамп. Еще вот аспект, мы уже постепенно перейдем к теме Китая. Си Цзиньпинь, выступая на 20-м съезде Компартии Китайской, он говорил о стремлении Китайской Народной Республики к демократизации международных отношений. По-моему, так звучала фраза подобная. И это идет вразрез, собственно, со стратегией национальной обороны Соединенных Штатов Америки, если так посмотреть незамыленным глазом, как говорится. В США говорят о том, что есть условия растущей угрозы во многих сферах жизни Соединенных Штатов Америки, в том числе все они исходят из Китайской Народной Республики. Си говорит о том, что мы будем демократизировать международные отношения. Как-то, знаете, как в том анекдоте неудобно получается. А кто же тогда выступает как условный агрессор? Если так можно посмотреть с искривленной стороны. Да, Китай говорит о демократизации, о каком-то условном мире. США же говорят о возможной угрозе КНР в разных сферах. А Россия до сих пор живет антиколониальным дискурсом, будучи колонизатором XIX века. Ну, добро пожаловать в постмодерн. Он таков. И это его одна из особенностей, шивания не шиваемого. Антифашисты называются, вернее, фашисты называются антифашистами, авторитарные режимы. Идя на третий срок, который четко был запрещен, меняя подать законодательную базу, говорить о защите демократии, ну, это, наверное, хорошая иллюстрация сегодняшнего дня и того, как, фактически, Китай может подменять понятие в нем. Ну, на самом деле, это будет ключевая битва. Это битва за картинку будущего. И у Китая она есть, их коммунистическая картинка, которая для ряда народов может быть привлекательной, и прежде всего они заходят социокультурно, экономически, конвертируя это потом. И для них идея демократии, это демократия по-китайски. Как она выглядит, я думаю, все прекрасно понимают. А Соединенные Штаты, конечно, остаются в своих позициях, пытаются переподтвердить себя как лидера демократического мира, поскольку, понятное дело, что от Второй мировой войны несколько удельный вес Соединенных Штатов и международной политики поменялся, в экономике международной поменялся, и, соответственно, сейчас уже их лидерство, оно еще остается неоспоримым, но не самоочевидным в завтрашнем дне. И Китай этим пользуется, и Китай кидает перчатку вызова. Там еще интересно было заявление СИ о том, что Соединенные Штаты и Китай, как великие государства, несут ответственность за мир, благополучие и прочее на этой неделе. Вот это фактически и есть предложение от Китая. Давайте две зоны влияния, два полюса, и мы будем решать в рамках этого компаса дальше, как структурируется все пространство международной политики. Олег, позвольте еще раз уточнить, Денис уже частично задал этот вопрос касательно выборов в США, и как поменяется в целом мировая политика безопасности, мировые приоритеты, потому что мы видим от некоторых представителей, там, например, про трамповского, там, так, знаете, нельзя так говорить, прям, те, кто фанатеют от Трампа, там есть разделение людей. Движение. Движение, да, вот так вот, скажем, культурное движение. Трактиское крыло. Да, да, да. Вот иногда от таких представителей слышим, если возвращаться в рамки Украины, далеко не проукраинские месседжи, а иногда бывают проукраинские, но не очень. Вот в целом, как можно охарактеризовать в случае выборов, в случае, там, победы неких представителей, как может поменяться мировая повестка в отношении Украины в силу того, что здесь, вживую, прямо сегодня происходят боевые действия, российская агрессия? Ну, давайте, если коротко, пока не поменяется. Конечно, это говорит о процессах в американском обществе, которые тревожны, на которые стоит обращать внимание и работать, прежде всего, с американским обществом. Условно говоря, украинские фермеры с американскими фермерами. Картинки тракторов наших, которые тянут российские танки, это лучшая коммуникация для одноэтажной Америки. Клерки и дальше, и дальше по списку месседжи на разные аудитории. В общем, здесь работа необходима и появление, условно, господина Кулеба в вечернем шоу американском, это очень хороший пример того, как надо работать и как должна работать дипломатия сейчас наша нестандартными методами, публичными методами, а также, конечно, не публичная дипломатия. Это ключевое, что необходимо делать. Но сейчас в короткосрочной перспективе рисков того, что произойдет разворот корабля, нет. Наоборот, это может стать даже прививкой некой. И то, что республиканцы на сегодня не могут установить монополию свою на позицию всей республиканской партии с момента выборов, когда они закончатся, это еще будет сложнее делать. Говорит о том, что они могут стать как раз прививкой внутри американского парламента от смены курса и от того, чтобы вестись на поводу популизма, поскольку их риторика очень часто является крайне и выпукло популистической. Она заходит на их аудиторию, но при этом у всех остальных вызывает ужас и мобилизирует их, и, соответственно, пугая избирателей, мобилизирует избирателей. Поэтому они могут стать таким себе предохранителем и прививкой. Но, конечно же, это надо понимать, что краткосрочная перспектива. А в среднем случае, долгосрочный, надо работать на этом поприще. Остальные страны также показывают, что на сегодняшний день разворота не произойдет. Советую всем посмотреть обращение к нации федерального президента Германии Штанмайера. Это эпохальный документ для Германии. И он говорит точно о том, что разворота в сторону России уже не будет. Тут канаты отрезаны фактически, и очерчен абсолютно другой путь, новая эпоха запущена. Можно посмотреть процессы в Италии, можно посмотреть процессы в Британии. И, в общем, в целом картинка на сегодняшний день выглядит достаточно оптимистично, если не впадать в те стахи, которые разгоняются Россией, разгоняются изоляционистскими субъектами внутри западного мира. Ради успокоения добавили, что Джон Кирби в интервью CBS News также сказал, официальный представитель Совета национальной безопасности в Белом доме, что независимо от того, какие результаты будут выборов 8 ноября нынешнего года, в США все равно на уровень военной поддержки это никак не повлияет. Ну, это важно, да, добавить, я думаю. Еще, возвращаясь к теме национальной стратегии обороны Соединенных Штатов Америки, там также тезисно прописано о том готовности к сдерживанию агрессии и если при необходимости к одержанию победы в Индотихоокеанском регионе в противостоянии с Китайской Народной Республикой и с Российской Федерацией в Европе. Победа, вот подобный тест, если это грубо понятное дело, победа, но тем не менее, оно почти так вот собственно звучит. А что значит победа, давайте разложим, все-таки это над КНР в Индотихоокеанском регионе, где Китай проводит свою экспансионистскую политику, первый аспект. Второй аспект победа над Российской Федерацией в Европе. Мы говорим о военной победе, если это национальная стратегия обороны, либо же это военно-политическая победа, вот опять вот эти инструменты сдерживания и Китая, и Российской Федерации. Лабораторно их можно отделить друг от друга, если мы сейчас берем микроскоп и ложим на стол и начинаем разделять их. А если мы говорим об реальном мире, то они неразделимы. Победа военная, политическая, экономическая и прочее, поскольку сегодня нет в чистом виде агрессии. И в 12 часов дня на Таде-Поле встретились две армии и стенка на стенку. Нет, войны сегодня происходят асимметричным образом. Это скорее ближе уже нам, это скифские войны, это часть нашей истории прошлого, то, что очень сильно выводило из себя, скажем, как пишут исторические данные, Дарья, который пришел на наши территории и готовился как раз в войне к стенке на стенку, а скифы его этим не порадовали. Вот такая скифская война сегодня, это фактически уже мировой тренд, и поэтому Соединенные Штаты оставляют открытую рамку, что будет этой победой. Вот в закрытой части там, возможно, рассматриваются в зависимости от типа угроз необходимые варианты победы. Это может быть, например, ограниченная военная победа на каком-то театре, то есть разгром определенной военной группировки с тем, чтобы показать, что и дальше разгром возможен. Это может быть политическая победа на определенном театре, то есть минимизация влияния Китая на отдельные субъекты. Это может быть создание ситуации, когда угроза союзникам Соединенных Штатов на данном театре уже более невозможна. То есть нанесение достаточного военного политического и экономического поражения противнику для того, чтобы его агрессивные действия перестали быть возможными. Не обязательно победы через разгром. Я просто хочу, чтобы невысокопарными словами говорили, мы сейчас говорим о непосредственно военном столкновении Соединенных Штатов Америки и Китайской Народной Республики. Это может для мира всего закончиться непозитивно, скажу вот так. Прикладным образом это может быть так. Если Китай действительно пойдет по сценарию оккупации Тайваня, атаки на Тайвань, то Соединенные Штаты выступают со стороны Тайваня в необходимом количестве. То есть помогают Тайваню. Они не входят в прямое противостояние с Китаем с самого начала, но не выставляют, какое может быть их вовлеченность. И, соответственно, экскалация. От зависимости от эскалации конфликта, их вовлеченность больше вплоть до прямого противостояния. Тем самым сначала выступают сдерживающим фактом, после чего выступают фактически помощью для Тайваня, чтобы потенциал Тайваня был не меньше, чем у Китая. Возможны удары по, например, военной силе, которая будет заходить на территорию Тайваня и, соответственно, в их акватории и в их воздушном пространстве. Точно так же, как сейчас часть тех практик, она отрабатывается в российско-украинской войне. Мы же понимаем, что Соединенные Штаты, например, удерживаются максимально от участия и даже часто вызывая негатив в украинском обществе по отношению к себе относительно, например, тех же Атакамсов, либо предоставления самолетов, либо предоставления танков. Но они действуют в своей логике. Когда они помогают Украине не проиграть и нарастить мышцы для будущей собственной победы, но при этом они не готовы сейчас ввязываться в прямое противостояние с Россией и удерживаются, и даже на два шага, не то, что на один, держатся за этой линией противостояния, чтобы их не мог никто в этом обвинить. — Еще один аспект, Олег, в конце буквально. Саммит Европейского Союза. Историческая речь же за Побурреля, как мне кажется, которая должна была быть произнесена еще лет 8 тому назад, наверное. Обозначение Китайской Народной Республики как итога саммита, как угроза будущего в том числе. Вам не кажется, что повторяет мир одну и ту же ошибку сейчас, как с Российской Федерацией лет 8 тому назад инструменты сдерживания, которые не привели к тому, что Путин отложил свои планы по нападению на Украину. К Китаю сейчас не проводится подобная политика, как в Европе. Ну, наверное, в Соединенных Штатах Америки она идет, опережает все-таки на несколько шагов. Ну, если можно так охарактеризовать, как во всем мире. Это, наверное, слишком сложно, так можно сказать, но тем не менее. Ну, как по мне, вы абсолютно справедливы в этом тренде, в описании его. Действительно, это тренд. И действительно, здесь есть еще пока не готовность принять реальность в сегодняшнем дне, а как бы ее вынесение, вроде бы как вот это нас завтра ждет. Вот не буду сегодня начинать, а начну с завтрашнего дня, знакомая всем. Но, с другой стороны, в оправдание, скажем, я скажу, что Запад очень меняется сейчас. И Европейский Союз перестраивает свои процедуры и, в общем, реформируется под новые вызовы. В Соединенных Штатах также этот процесс идет. Я же говорю, Германия даже и та сейчас начинает становиться на рельсы пересмотра вообще своего миропонимания, в котором они жили несколько десят лет. И вполне вероятно, что в сегодняшнем состоянии просто признание реальности в том виде, в котором есть, будет требовать тех шагов, на которые они не способны и не готовы еще. Соответственно, им необходим транзитный период, когда необходимо перестроиться, подготовить свои общества, свой политикум, свою институциональную нормативную базу, по тому, чтобы уже завтра возможно признать Китай, например, угрозой сегодняшнего дня и, соответственно, действовать адекватным этому образом и быть способными действовать адекватно. А сейчас, может быть, это вынесение в завтрашний день, в частности, происходит из-за адекватной оценки собственных возможностей и понимания необходимости изменений, прежде всего, внутренних. Олег, вам огромное спасибо за то, что вы присоединились к нашему эфиру, за ваши комментарии. Политолог Алексей Акян был на прямой связи с нашей студией.